В России заболеваемость коронавирусом снижается в 22 регионах. Ещё в 61 субъекте ситуация стабилизируется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Рост случаев заражения продолжается только в двух регионах страны с малой численностью населения. За последние сутки в России выявлено почти 23 тысячи заболевших коронавирусом. При этом в первые 10 дней 2021 года число госпитализированных пациентов с ковидом снизилось на 16%. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 90 миллионов человек. В России же зарегистрировано почти 3,5 миллиона заболевших. Из них выздоровели около 3 миллионов пациентов. Напомним, что всё ещё важно соблюдать правила профилактики коронавируса. Носи маску в общественных местах и транспорте. Старайся соблюдать социальную дистанцию. Чаще мой руки с мылом не менее 20 секунд. Регулярно обрабатывай гаджеты салфетками на основе спирта. Чаще проветривай комнату и не забывай про бесконтактные приветствия. Стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов продемонстрируют свои знания по 24 предметам. Задания едины для всех школьников. Первыми бороться за победу будут знатоки французского и русского языков, а также литературы. Завершится этап 25 февраля олимпиадами по испанскому, итальянскому и китайскому языкам. Победителей призёров пригласят в финал. Напомним, Всероссийская Олимпиада состоит из четырёх этапов. Школьного, муниципального, регионального и заключительного. Ежегодно во всех её категориях принимают участие миллионы школьников по всей стране. Дипломы Олимпиады действуют 4 года и дают право поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю. Москвичка Екатерина Некрасова установила мировой рекорд среди женщин по плаванию подо льдом без гидрокостюма. Она преодолела дистанцию в 85 метров под водой озера Байкал. На это ушло полторы минуты. Предыдущий рекорд подлёдного заплыва без гидрокостюма составил 70 метров. На всём протяжении подводной трассы были страховочные проруби, а под водой натянули верёвку с разметкой для ориентира. В день заплыва температура воздуха составила минус 22 градуса Цельсия, а температура воды была около нуля. Ньюм предупреждает, трюк выполнен профессионалом. Не пытайтесь повторить это самостоятельно. Конкурс «Большая перемена» расширяет возможности. В новом сезоне смогут принять участие не только старшеклассники, но и учащиеся с 5 по 7 классы. К девяти направлениям конкурса добавится ещё одно. Оно будет связано с развитием образовательных технологий. Старт нового сезона «Большой перемены» назначен на 28 марта. Не пропусти! Тематические смены пройдут в детских центрах «Артек», «Океан» и «Смена». Для полуфиналистов и финалистов первого сезона запустят годовую образовательную программу от партнёров конкурса. А для победителей запланирована специальная программа в Крыму. Впервые «Большую перемену» провели в прошлом году. Всего в проекте приняли участие более миллиона школьников. Это конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир. Здесь рулит не оценки, а способность нестандартно мыслить. Не упусти свой шанс. Участвуй! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова